когда мы открыли только вот север 7 галереи вот тогда было реально классно то что это было самое начало вообще нашего творческого пути вот а сейчас это просто уже просто так вот все идет ну как-то само по себе получается так и каждый что-то делает отдельно там свои проекты свои мысли но также вот и я здесь получается что это какая-то другая уже история сейчас с федором хиросига снимаем помещение и с владимиром лило когда я только узнала что есть такой нестор который занимается деревом я это первое что я написала может быть нам стоит объединиться ну я какое-то время тоже занимаюсь деревом это уже лет 7 тоже довольно продолжительно согласно китайским таблицам знаю фэншуисты ими часто пользуются но это предположение которое мне симпатично вот мой элемент огонь ну и чтобы его немножко усилить ну были такие советы что вам нужно его немножко усилить вот дерево подходящие для этого материал очень да это удалось проверить на практике как-то с мимо стало гораздо лучше я слишком часто смотрел фильм сияние пересматривал видимо как-то это на меня повлияло на самом деле это такая история я как архитектор я учился в академии художеств я как-то интересовался там каким-то классическим искусством смысле просто искусством вот и мне просто казалось что надо идти чтобы что-то может что-то найти еще это вот в прото искусство в такое в первобытное где нету ничего не красок ну как бы не цвет не цвета он сам по и появляется вот и топор это как первобытное такое орудие которое которым можно сделать что-то что-то для будущего в общем в общем первобытный такой инструмент который может что-то создать какие-то другие реальности не очень вдохновляют эти пространства заводы они потому и наверное привлекают потому что они такие какие-то загадочные мне кажется такие монстры гигантские уже за опустевшие которые сами по себе как останки какой-то бывшей жизни тут машиностроительный завод очень много осталось деревянных производств ну то есть они они очень вдохновляют тоже деревянные производства вот у нас на этаже есть деревянные производства там у нас была выставка как раз сайт специфичная тут же рабочие все тут делают какие-то ну фурнитуру там из дерева хотя тоже из дерева это вот тоже странно что вроде такой интересный материал который живой вообще приходили люди которых я вообще никогда нигде не видела ни на каких вернисажах и они ходили задавали вопросы они реагировали но я против такого мнения что искусство это для элиты только для вот нас образованных людей только специфически причем образованных довольно многие люди готовы воспринять это все вполне адекватно ну просто вот я общаюсь там не знаю не по работе просто с людьми и немножко когда начинаешь рассказывать если речь заходит ко мне в случайно приходит по делу люди дома видят работы говорят о я сейчас не выйду от вас это так интересно я говорю на выходите вот туда 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 нет мне кажется до них просто не доходит информации по каким-то причинам они уже готовы прийти и может быть включиться в это но то есть я вообще не против open studios мне кажется даже это могло бы быть более регулярно но просто не очень эффективно общаться сразу с большим количеством людей но вот по несколько человек почему нет я могу просить мистера сделать мне пилки определенного цвета потому что я их хочу включить свою работу он может меня просить ему покрасить какие-нибудь доски в какой-то который раньше его был не интересен там розовый а теперь интересен в общем есть какое-то взаимодействие точно ну да мы прочертили вот это моя половина это половина федора вот это вот стена не сторон там рубит все время как будто бы хочет расширить пространство прорубиться к соседям ну вот когда кто-нибудь из нас готовит большой проект пространство как правило сужается его обступает просто со всех сторон тут как донестор готовил большую выставку тут вообще в какой-то момент были действительно тропинки между работами было вообще не пройти вот так в лабиринт строить что-то делать потом конструктор передвигать рубить там что-то делать здесь потом опять ну короче тоже такая отдельная история вообще сложно в общем с этим такой вот женский надо мне кажется еще больше помещений метров метров 300 минимум до или ты еще вообще не знаю чтоб еще моя мечта это чтобы такой большой зал диван посредине можно сесть а там вот чуть дальше можно уже работать отойти посмотреть что ты делаешь сказать что все очень плохо и и обратно идти что-то делать это решил на самом деле вовле вам он сказал я знаю что ты на самом деле мальчик мальчик федор мне очень понравилось то что человек так правильно все понял сразу ему не пришлось ничего даже объяснять вот и какое-то время просто просто был федор я так подписывалась а потом вдохновляясь примером старшего товарища ну то есть когда я первый раз узнала что есть александр шишкин хакуса я очень удивилась такому ну такому просто такой кристальный кристальному такому поступку взять себе такой вот еще одну фамилию замечательно но вот почему почему я раньше не подумала об этом ну в общем и да вот с четырнадцатого года я взяла еще фамилию не просто имя персонажи аниме это обычно сравнение со святыми какими-то сущностями вот но это не только аниме а какие то может быть более реальные персонажи типа иммануила канта лобачевского но какие-то ну в общем они все сравниваются с сакральными какими-то персонажи вот я могу без остановки работать пока допустим я вообще не сделаю что запланировал вот так я могу хоть хоть сейчас я могу подойти и что-то сделать что у меня например в голове сейчас есть кое-что такое какие мысли ну вообще я чаще всего сама его прошу порубить потому что эта вот как это заряжает раб 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 работоспособность вообще не вот если я там долго прихожу а там анестор не приходит почему-то это немножко грустно потому что ну как-то не так не так было но это громко да вот если целый день это конечно потом нужно отдыхать но при этом нестер не любит громкую музыку слушать он говорит давай мы посидим в тишине тишина или мой топор насмотрелся каких-то фотографий там не знаю пытаюсь как создать какой-то этот характер человека или самой ситуации где это должно быть там я не знаю это вот две двери на выставку ахматова и булгаков пятое измерение вот но и там типа как как бы портреты типа как силуэты или не знаю или это просто разодранная деревяшка кто его знает как кто увидит в общем бабушка архитектор было говорил лучше враг хорошего можно просто из вообще да не полу не получается никогда по моему испортить вот поэтому да я просто говорю ладно все нормально джен буддизм есть такие практики которые нужно просто повторять или вот в тибетском буддизме есть такая традиция что вот мы складываем мандалу но не мы очень просвещенные монахи которые уже достигли этого умения мандала это всесовершенный дворец четырьмя вратами полное вместилище вот этого божества но ее обязательно разбирают и это тоже очень важно вот для практики и можно посмотреть на все происходящее вот так в общем это такой диалог человека и вот дерево сейчас например не только дерево ну как бы с какой-то материи мне было на самом деле вообще все что угодно подошло просто мне сам сам факт вот этого прорубания чего-то прорезание вот мне вот вот это скорее всего интересно я не против академии академической школы там я не против чего-то про меня просто какое-то внутренние не отторжение даже не знаю как бы мне хотелось посмотреть если искусство вне визуальное искусство вне этого не живописи вне скульптуры потому что это не живописи не скульптура это как непонятно что тут очень хорошо пахнет деревом выжигатель это тоже маговоний то есть тот уже хватает на самом деле запахов вот когда были работы на кедре у нестора это очень очаровательный запах я стараюсь работать в мастерской где-то на природе мне кажется необязательно ну ходить где-то на улице можно и достаточно быть в мастерской хотя у меня вот есть мечта разру изрубить двери академии художеств деревянной так как я там учился и это видимо как-то у меня в голове как-то отложилось что что я там проучился и мне что какая-то в общем отдача должна быть вот они там красивые там не метров даже не знаю сколько такой толщины все-то я думаю что это мечта только посмотрим и